всех привет дорогие друзья меня зовут данил и вы находитесь на моем новом видео по игре омси 2 и сегодня на обзоре будет такой замечательный автобус украинский автобус бас а 079.23 который производился бориспольском автомобильном заводе с 2002 по 2015 год ну вот у нас сегодня такой пригородная междугородняя моделька проедемся на ней посмотрим что и как можем открывать багажник также можем открыть мы с вами люки давайте вам это сейчас продемонстрируем принципе насколько я помню этих автобусов туда вниз в боковые отсеки люди ничего не ложили то есть не сумки не ручную кладь ничего не туда не клали было такое что народ все таки засовывал в багажник то есть свои сумочки они засовывали в багажник основном потому что сюда ну ребят тут аккумуляторы что сюда может поместиться ну конечно но здесь до свободное место но у водителей часть чаще там было инструмент чем чё там здесь ребята мы можем видеть такую вот накладку ну автобусы в городе одессе ну кстати можем как открыть в основном с такой накладкой ездили можно замечать думаю кто садится ребят конечно вы знаете но здесь можем посмотреть тоже ну ты сюда сумочка не положишь хотя у нас тут монетница спряталась не знаю каким образом автор и сюда поставил ну а ну также утеплитель есть но для радиатора но и оставить не будем потому что у нас сейчас лето все замечательный друзья находимся мы на карте чугуев поедем по 473 маршруту который наследует от исхара до чугуева давайте наверно пока заведем наш автобус пускай качается воздух здесь у нас стоит двигатель от индийского автомобиля тата также здесь и шоссе да и сам автобус вообще сделан под эту тату кстати видите как у нас прикольно мощностью так это мы снимем 130 лошадиных сил так вот тут надо камера подобрать также от места в салоне ребята давайте мы наверно с вами осмотрим более-менее салончик тут же есть подголовник который мы можем снять для комфортабельный автобус оснащен где-то кстати 15 129 посадочных мест но здесь у нас 29 потому что у нас междугородняя модификация недали комфортно это не городская модификация чуть позже может идут руки и мат и конечно на городской легкие открываются камер очень много не можно чего посмотреть я хочу именно на место рядом с водителем присесть вот помню ребята когда-то меня катал водитель у него был спец рейс такой подменял автобус такой может быть круговой маршрут был он приходил к нему в детстве сюда садился и катался я с ним абсолютно кстати бесплатно вот такой полу рейс на 15 минут может сказать круговой и всегда этот водитель меня катал на этом месте когда мы ездили например на заправочку или еще куда-то ну вне маршрута ребят на самом деле это очень-очень здорово вот чем-то мне автобус конечно полюбились так давайте опять тут конечно приходится каждый раз настраивать камеру ну ладно будем на я начать составлять маршрут 473 как я сказал мы уже едем от эсхара до города чугуева так все ради нас замечательно правда я здесь так и не нащупал табличек здесь не мой ребят таблички поэтому поедем без таблички на думаю ничего страшного и маршрутного листа ну ладно маршрутного листа не мы ничего страшно так вот эсхар отлично поставили отправление у нас в 215 сейчас 13 у нас 50 с чем-то там давайте значит мы с вами допишем все что нам надо здесь и выберем чугуев 473 одна из моих любимых карт ребята это чугуев и очень сильно полюбил еще давно давно когда узнал омси 2 как по мне атмосферная карта да и плюс она реалистичная когда начал изучать эту карту я практически везде по фото басу лазил смотрел а тут реально тут реально ну ребят ну так вот наш автобус сегодня повезет пассажиров маршрут небольшой на 20 минут но посмотрим как моего преодолим на данном автобусе максимальная скорость данного автобуса составляет 90 100 метров в час но это крейсерская где-то 80 потому что насколько я помню никогда водители на трассе больше ста на нем не ехали ну конечно можно попробовать это экстрим будет на тоже его совершенно будет по-другому так время давайте на 14 12 поставим да значит и проверим я думаю сейчас народ пойдет да во первых народ заходят здесь кстати паскод такой интересно ребята здесь только рассчитан у нас сидячие места то есть стоячих мест не будет и возможно сегодня мы даже на некоторых остановках всех прямо возьмем и также почему-то вот место которое рядом с нами водителям от нас по правую сторону здесь вообще никто не садится а есть такая модификация этого эталоновом спиде люди прям на двигателе сидят ну кстати в жизни зачастую такое бывает то я и сам не раз здесь сидел не раскатался но все зашли больше скорее всего никто к нам сюда и не зайдет можем осмотреться только сидячие места эти люди либо не к нам либо на другой машину хорошо тогда давайте будем перемотаем немножко на другое время 14 айб и 14 поедем вот народ подошел но не знали вот место на снимок так что до свидания значит до свидания выжим сцепления с передачи не автоматически выжим а вручную придется как я сказал данном маршрут у нас на 20 минут но это крейсерская скорость у эталона 80 километров в час и где-то 25 мы с вами проедемся это учитывая того что 7 минут мы с вами уже проболтали пока садили пассажиров и рассматривали автобус вот здесь такой поворот интересно мне никогда нормально не влажу пойму как я не беру и стиль на резкой и сильно не резкой все равно как-то не очень выходит так следующая у нас основка грязь 2 посмотрим кто нас там зайдет выйдет по идее места еще есть а может нет не знаю посол но я сейчас не пройдусь я думаю места у нас там присутствуют так потихоньку потихоньку сам вообще талон это не сильно динамичный автобус он такой тихенький спокойненький такой вообще автобус неспешный будем так его назвать неспешный тут уже будем снижать скорость потому что немножко разговаривались а уже будет остановочка работают здесь так то в дождик тоже можно легко прокатиться ну что нам кто-то зайдет да вот как это тетенька идет наши таки еще места сохранились здрасте все больше никто да ну раз никто тогда погнали тогда погнали на самом деле это очень такая атмосферная карта фигуре без первых дней когда я только узнала омси она мне понравилась данная карта мы плюсом ребят еще реальная здесь все реальное по фото басу я смотрел все и там реальные машинки реальные точнее общественный транспорт здесь даже можно по реальному расписанию ездить на реальном автобусе которые есть поэтому все реально здесь ребята очень здорово сделано когда мы подъедем к сами к одному переезду который у нас будет ну когда выдачи проедем там я вам кое-что расскажу и покажу тем временем у нас остановка поселок энергетиков не знаю может кто-то зайдет кто выйдет мы остановимся но вроде кнопка не пищала что-то выйти хочет я думаю навряд ли кто-то захочет сейчас не никто ничего ну тогда мы следуем дальше вот раз буду дачи может удачи кто-то и выйдет возможно случится чудо и наш автобус может взять хотя бы одного человека к себе на борт кто его знает может все так и произойти ну конечно мнение людей конечно двоятся кто-то говорит что похоже кто-то говорит что похоже но не так сильно кто-то говорит что вообще не похоже но все-таки карта уже старая сейчас за это время в этой местности уже много чего изменилось и как бы этому не соответствует поэтому да где-то правда где-то неправда но стоит в том что это реальная карта и сделано с реальными маршрутами с реальными дорогами это остается фактом то что это у нас там кто-то хочет выйти уже это все таки здорово ну и над этой карты все таки сколько там уго работали не верю что не зря внимание многих она завоевала в том числе моё прошелся ой тут переезд вообще нужно хотя бы скорость снижать плюс резкий поворот пассажирам будет не нравится ему тут немного с вами нарушаем нарушает они очень есть хорошо так но он датчик то у нас сейчас будет кто-то не выходить на дачах даже ты поехал дядя стой и рассчитал камеры настроил хочу настроить камеру так все есть кто будет к нам идти я думаю никто у нас будет идти какие выйти никто не просит а хотя вроде и просились двери откроем 0 увага 0 внимание а вот какая-то женщина идет может вы к нам не давайте не мимо нас да ну тогда до свидания тогда мы поедем без вас тогда мы поедем за вас вот сейчас я хочу подъехать к переезду и кое-что вам рассказать на самом деле я местами был в этих краях именно ребят на поезде я хочу сказать что именно вот этот вот эскаровский лес он такой густой и он там есть по-настоящему сейчас вам покажу может что я была платформа дачи возле этого переезда ну конечно не прям прогуливался здесь ходил так него проехал мимолетно но хочу сказать уже лично я свое мнение выразить что это реально ребят здесь существует этим тут остановимся а то здесь и так переезд нужно хотя бы скорость сбавлять не то что останавливаться вот ребята я когда ехал в город одессу отдыхать вот там вот находится станции эсхар я уже точно не помню она либо в той либо в той местности но когда ехал на поезде с одессы ну и в одессу я проезжал именно этот переезд также платформу дачи и могу сказать что здесь все точь-в-точь вот конкретно здесь также был наш доводили чугуеве были на этом даже горка похоже и все это здорово то есть я своими собственными глазами то увидел ему сказать что ну блин да здесь все похоже то есть я не знаю есть такие люди которые пишут что похоже тому может процентов на 20 не знаю точно процентов 80 а то и 90 схожесть есть не знаю что сейчас конечно если лес вырубили конечно же не будет похоже на я думаю еще листом остался еще есть так у нас установка топали по требованию вроде кто-то хочет выйти но остановимся остановимся и кстати ребят это круто остановить я ни разу не был в городе чугуев но пока вот наш до вокзал это до этого я не был в городе чугуев и при этом я знаю его наизусть я знаю улице знаю как куда пройти все это благодаря игровому симулятору омси 2 то есть я благодаря симулятору выучил целый город и даже вот немного что к нему тот же исхар у нас идет трассы ну блин это я считаю очень здорово налево у нас дорога идет новопокровку и на харьков топали мы видим прямо чугуев одна женщина выходит и один мужик зашел вот зараза мне так это место глаза мозолит но свободное место и никто не садится в реальности здесь уже не начать те катри сидел особенно если маршрут пользуются спросом у нас вот смотрю вторая половина дня и довольно знаете народа много остановках не час пика подумал до чего его мы бы доехали битком но к сожалению наш эталон не позволяет но это 30 версия база эталона самом деле очень прикольно а кстати сейчас на остановке остановимся я вам покажу не минус помимо того что здесь снима табличек здесь ребята ладно таблички мне если честно это вообще не проблема мне кое-что не понравилось другой от вас следующая остановка база отдыха называется выйти никто не хочет но я все равно остановлюсь потому что нужно будет кое-что вам показать здесь какая-то горочка была довольно тяжело было нашему автобусу ехать она она и по сей раз продолжается вот это когда 3 теперь начи ползу наша база отдыха здесь ребята хочу кое-что сейчас показать мне это очень огорчило когда я первый раз увидел так масло отдыха кто-то будет нет ребят смотрите у этого автобуса задеть не работает фонари то есть вообще ничего не светится вот я сейчас включил левый поворотник спереди сбоку он работает а сзади он ребята не работает вот видите и так же не стоп-сигналы свет задеть это не работает не знает что это за бах видимо недоработка какая-то как я уже говорил это 3.0 версия эталона но с такими недоработками немножко разочаровался как-то это можно сказать уже почти не полноценный автобус и сзади не работает фонари но это чисто мое мнение что мне ночью на нем уже не комфортно будет ехать потому что сзади не стоп-сигналы ничего не работает так по себе автобус интересный главное прикольно вот с этим сми въехали в город чугуев сейчас у нас будет улица исхаровская потом улица дружбы улица исхаровская у нас находится поворот на коммерческое а т.п. города чугуев переулки мичурина у нас будет въезд на обычное а т.п. 16 как-то там она называется 350 вроде ну здесь уже конечно же въезжаем в город много зданий много трафика больше людей поэтому прогрузка карты трафик это все будет немножко садить и просаживать фпс нормально такой 47 километров идем автобус он конечно этот не динамичен он такой спокойненький на нем не погоняешь но доехать можно так но становится я не буду потому что у нас никто не выходит сейчас если на улицу дружбы кто-то захочет выйти там конечно же я остановлю автобус но в данный момент никто пока трепет желанием выходить а у теперь уже появилась у кого-то желание выйти значит кто-то выйдет кто-то зайдет хорошо сейчас остановимся вот кстати улица дружба наша остановочка сейчас сейчас значит кто-то да так ну на остановку прям так с остановки точнее на дорогу не выпрыгивайте пожалуйста так но вот один вышел одна зашла такой у нас символично бин пассажирами получился нехорошо раз посмотрим что будет дальше стоит ли нам останавливаться на следующей остановочке ну да видно что реально вторая половина дня и все-таки народа очень много если бы наш эталон позволил иметь стоячих пассажиров то мы бы везли гораздо больше и ночевую приехали уже битком уже битком или вот мы черно по требованию ну судя по всему никто не требует ну а я остановлюсь значит я остановлюсь может кто-то не ну смотрите вообще у нас есть желающие требуют они остановиться но ребята уже сейчас к нам просто не зайдете но вот все что и требовало ожидать никто к нам есть не заходит к сожалению налево мы поедем с вами в атп но нам это по не нужно нам нужно прямо так чета но не буду здесь останавливаться потому что ну не маникова звукового сигнала том что кто-то хочет выйти возле двери народ не толпится ну конечно зайти к нам пожалуйста всегда хотят но ребята вы нам не зайдете поэтому увы и ждите следующий автобус который подъедет может через полчасика по расписанию так здесь уже немножко запас у нас проседает улица рабочая у нас ну сейчас там уже немножко мы проедемся по самому центру чугуя уже будем выезжать центр города чугуев пазик у нас по шестнадцатого маршрута едет шестнадцатый маршрут у нас до микрорайона дружба едет как разди мы с вами только проезжали здесь вот поворот такой западло его проходить потому что бывает вывернешь так что в забор уедешь а бывает как-то вывернешь так что на бордюру заедешь как-то на нем непонятно уже и на маршрутке не вписался и никуда он здесь такой довольно интересный так я смотрю никто нас выйти не хочет да и не просится значит я эту улицу просто пропускаю и поворачиваем сами сразу налево нет ребята вы не зайдете принципе тут недалеко до автовокзала можете пешком дайте минут 15 или 10 пешочком минут пять на автобусе на 3 передачи вполне нормально тянет в эту горочку автобаза хорошо вот здесь так нужно аккуратно встать и держаться на тормозе потому что остановка на склоне можем скатиться легко так зашли то что общая до ручника не пришлось доходить не до ручника не дошли все нормально мы с вами тронулись едем дальше пассажиры уже хотят выйти из телесного у нас будет магазин ну вот мы едем с вами уже по центральной части по центральной улице города чугуев может конечно кто-то не знает или у кого-то нет возможности поиграть то ребята вот карта чугуев центральная улица конечно может будете знать нормально так крейсерски по городу 60 ползет для него это просто круто выходим места свободные есть ну судя по всему два человека зашло значит значит хорошо хорошо следующее на будет сквер славы и подъехать и народ хочет опять выйти да ну ладно сделаем следующая установка как я говорил по идее будет сквер славы да сквер славы можно сказать это предпоследняя остановка на данном марше руки у нас здесь уже конечно начинают такие массивные прогрузки но это надо было все-таки начинать ехать этот маршрут с автостанции чугуев до исхара так было было намного меньше то так ты приезжаешь в чугуев и просто балдеешь от того как падает фпс здесь все-таки что хотеть от не оптимизированной игры я думаю ничего так служебне на липа уходит но мы продолжаем ехать здесь так ну давайте остановимся при ней кто-то хочет выйти кто-то зайти так 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 тихо а не зайти к нам чуть никто не хочет одна тетка вышла ну туда погнали все следующее нас уже чугуев конечная автостанция немного так семерка немного как-то не хотела пропускать нас мы маршрутчики нам обязаны пропустить и все тут до светофора по моему горка будет ну наше то он как бы с горками справляется на третью и вторую передачу он спокойно будет затягивать так что нормально ну это наверное самое тяжелое место в городе чугуеве это сама автостанция потому что здесь можно видеть и фонтаны и огромное скопление трафика автобусов хотя вы смотрите направление на Харьков вообще никого нет но видимо есть в немного другом направлении так ну конечно же направо сейчас нужно будет еще найти свое место отстоя там она по-моему где-то в серединке или в конце находится ну вот мы и добрались до конечной остановочки довольно такой спокойно интересный ну в какой-то мере интересно в какой-то мере спокойной без происшествий доехали я люблю когда все так спокойненько ты следуешь по маршруту без всяких приключений так тут у нас отстойники 19-х, 13-х, 16-х а наши вот тут отстойники 373 сейчас посмотрим что мы там по расписанию нам удрели по-моему у нас то ли отставание то ли опережение сейчас посмотрим как у нас это все будет делаться так и у нас опережение на 3 минутки 14-30 ну да на 3 минутки опережение да я думаю ничего-чего ничего-чего-чего-ничего это лучше чем опознать а что вторую дверь не открыл вторую открываем так у нас народ быстрее выйдет ну что же большого всем спасибо за просмотр такой вот у нас прикольный эталон получился ребят ставьте лайки оценивайте видео и так же если вам все нравится делитесь этим каналом ну и подписывайтесь на меня звали данил всем добра всем мира до новых видео всем пока пока до новых встреч до новых встреч